Сделать мотовелозавод образцовым производством, таково требование президента и ради спасения предприятия Александр Лукашенко готов пойти на риск. Это один из первых заводов, открывшихся после войны. Бренды Аист и Минск удалось сохранить и после распада СССР. Сейчас они хорошо известны, в том числе за пределами страны. Что же до внутреннего рынка, то мотовелозавод отвоевал треть в продажах велосипедов и половину в продажах новых мотоциклов. Однако конкуренция в мире высока как никогда, а старые цеха никак не ассоциируются с современным предприятием. Некоторые вовсе в аварийном состоянии, да и сама территория в сравнении с компактным заводом огромная, 27 гектаров. Городские власти предлагают передать участок под управление Минскому технопарку. Президент не против, но лишь в случае, если на площадку привлекут как можно больше производственников, что важно на льготных условиях. Еще одно требование президента – постепенная локализация выпуска вело- и мототехники. Массовая закупка китайских комплектующих – не тот путь, по которому намерен лететь Аист. Необходимо принять специальные решения на вашем уровне. Уже подготовлен проект указа, который предполагает три вещи. Первая – целевую продажу Минскому городскому технопарку всех площадей, которые есть на этом производственном участке. Тогда Минский горосполком получится единственным хозяином данной территории и сможет вкладывать сюда как бюджетное средство, так и привлекать. Но для того, чтобы передать, нам надо освободить это имущество от залогов. Это непростое решение, но мы просим его принять в указе. Третье – там будут необходимые меры для того, чтобы это имущество было быстро зарегистрировано, оформлено. И все, что необходимо – это юридические и финансовые аспекты. Конечно, есть риски. И пул кредиторов, в котором сейчас в четвертом уровне шесть банков, они могут быть некоторые недовольные. Но государственные банки, Белинвестбанк и Беларусьбанк составляют 55 процентов и могут принять любое решение. Считаю, что такое решение является самым быстрым и оптимальным. Я абсолютно точно определился, что в этой пятилетке мы должны иметь суперобразцовое производство на этой площадке. И мотовелозавод с ним, без него будет таким же брендом, останется таким же брендом для Беларуси, как он когда-то был. Мы все должны сделать для того, чтобы мы получили хорошее производство. Первый промежуток – это три года. Когда мы начнем, у нас никаких вопросов быть не должны. Вот все, что мы планируем, мы должны за три года перестроиться. Ну, примерно. Ну, может, два с половиной. Мы это по плану определим. Все вопросы, которые вы назвали, в том числе с рисками, придется рисковать, принимать решения. Я готов к принятию этих решений. Сейчас мотовелозавод арендует площади у банкротящегося мотовела. Президент требует уладить юридические нюансы в кратчайшие сроки, чтобы предприятие могло спокойно заниматься собственным развитием. К слову, бизнес-план предполагает наращивание производства в два с половиной раза. Европейская группа регуляторов ядерной безопасности одобрила предварительный отчет экспертной оценки белорусской атомной электростанции. Соответствующий документ размещен на сайте Европейской комиссии. Положительные выводы сделаны по итогам миссии европейских экспертов по ядерной безопасности, которые находились в Беларуси в прошлом месяце с партнерским обзором национального плана действий по итогам стресс-тестов белорусской АЭС. Исследования белорусская сторона проводила по методологии Евросоюза. Оценивались запасы безопасности, проверка надежности реактора на случай стихийных бедствий, а также техногенных аварий. Кроме того, анализировались риски, связанные с человеческим фактором. В итоге эксперты пришли к выводу, что на станции достигнут прогресс в рассмотрении всех рекомендаций. В европейской группе регуляторов ядерной безопасности отметили отличное сотрудничество со стороны Беларуси со своей организацией. В следующий раз эксперты собираются приехать в Островец в конце весны, после чего будет подготовлен полный отчет по работе белорусской АЭС. В Мьянме не прекращаются протесты. Число жертв превысило 50. Силовики вновь открыли огонь по демонстрантам. В стране протестуют против военных, которые захватили власть еще в начале февраля. Накануне тысячи демонстрантов вышли на улицы в крупных городах страны. Они строили баррикады, в силовиков летели мусорные баки, камни и другие подручные предметы. Полиция снова применила огнестрельное оружие и слезоточивый газ. Причем, по словам очевидцев, огонь открывается без предупреждения. В целом, по данным ООН, в Мьянме погибли уже не менее 54 человек, в том числе дети. Сотни людей задержаны. Мировое сообщество обсуждает применение огнестрельного оружия против демонстрантов. Ситуацию в Мьянме сегодня обсудит Совет безопасности ООН. Встреча пройдет за закрытыми дверьми. Капитолий будут усиленно охранять как минимум еще два месяца. Бойцов Национальной гвардии попросили остаться. Из-за угрозы атаки Палата представителей США накануне отменила заседание. Полиция сообщала о возможных провокациях сторонников бывшего президента Дональда Трампа. Меры безопасности в Вашингтоне были усилены. Фактически на осадном положении столица Америки останется еще 60 дней. Сейчас слово за Пентагоном. Если военные сочтут угрозу реальной, бойцам придется отложить увольнительные. Напомню, в январе недовольные результатами выборов ворвались в здание Конгресса. Тогда в результате беспорядков погибли пять человек. Сейчас зачинщиков нападения судят. Четверть века над Белоруссией. 25 лет назад в нашей стране начала свою работу авиакомпания Белавия. С праздником коллектив поздравил Александра Лукашенко. Президент отметил, что компания сохранила и приумножила лучшие традиции гражданской авиации и сегодня стала настоящим брендом страны. Сегодня в фирменной ливреи Белавия по всему миру летает 27 самолетов. Это современный парк воздушных судов, который соответствует всем требованиям мировых стандартов. Компания имеет представительство в 15 странах, а ее маршрутные сети в 57 прямых рейсов из городов Беларуси. В прошлом году Белавия стала седьмой авиакомпанией мира, летающей на воздушных судах Embraer второго поколения. Первый самолет этого типа прибыл в страну в декабре, еще два ожидают в этом году. Дарите женщинам цветы. В преддверии 8 марта начинается ажиотаж на цветочном рынке. Успеть красиво поздравить коллег в последний рабочий день перед праздничными выходными торопятся мужчины по всей стране. В преддверии международного женского дня очередь за роскошным букетом занимает еще до открытия цветочных магазинов. Чтобы купить беспроигрышный подарок коллегам до начала рабочего дня, многим сегодня пришлось встать пораньше. Покупают как классические букеты из роз, тюльпанов или мимозы, так и в специально собранной изысканной композиции. Дабы порадовать каждую девушку, некоторым представителям сильного пола приходится выложить цветочникам целое состояние. Весеннее настроение уже заполняет атмосферу сегодня женщины, поздравления принимает на работе, а в выходные подарки их ждут дома.